Здравствуйте, глупо уважаемые любители лёдных видов спорта! Мы снова в небе и начинаем очередной замечательный ролик. Ну, во-первых, посмотрите, как просто бесконечно красиво. Мы сейчас пытаемся взять атмосферную волну. Кстати, наша тень несётся, как обычная. А ролик, представьте себе, будет об органах. Ну, только не о органах нашего тела, а о органах, которые, ну, я не знаю, я считаю, что являются паразитическими в любом государстве. Ну, какие-нибудь там структуры, которые там, это куча здоровых мужчин, которые жрут, срут и делают кучу всего, и в основном балбесничают. Вот эти все внутренние войска, там, ОМОНы и так далее. То есть государство вполне может нести какую-то нагрузку, естественно, от полиции, например, какая-то. И задача, так сказать, полиции и всего остального такого, ну, сохранять в случае сложной обстановки нормальное существование государства. Но когда государство доходит до состояния, когда, чтобы, не знаю, оно существовало, нужно бесконечное количество вот этой вот силовиков, ну, то и такое государство, на мой взгляд, убогое, значит, оно как-то работает не так, если нужно кормить кучу дармоедов. Так вот, об этих дармоедах, на мой взгляд, это мое личное мнение, и пойдет речь. Почему вдруг скажете такой ролик, Игорь Владимирович? Ну, мы же там, понятно, что за политику не топим и так далее. Да просто за мной приходили. Мне позвонил друг и сказал, фига, ты знаешь, что за тобой там, ну, фейсбшники приходили. Понятно, что там, я говорю, кто такие, как так вообще? Неужели нельзя догадаться, что меня в стране, в России там не было с 19-го года? В гараж пришли, показали корочки, говорит, здесь здесь Игорь Владимирович. Он говорит, ну, как бы, вот, не знаю гараж, он продал, вот, мой гараж теперь. А где Игорь Владимирович? Я знать не знаю, куда-то уехал. Он говорит, достают распечатку из интернета там. Я кого-то на день рождения приглашал, действительно, в 19-м году я праздновал в гараже о своем любимом день рождения и, естественно, во всех соцсетях публиковал, что, ребята, приходите, вот, гараж на Каширке, там отметим. И вы действительно классно отметили. Всем привет, мечтаю день рождения еще раз там же отметить. Но уже, наверное, не доведется, тем более, что гараж несут скоро. Но не суть. Приходят два здоровых мужика с огнем, со сталью в глазах и занимаются херней. То есть они, вместо того, чтобы немножечко посмотреть, подумать, изучить, они просто взяли, вот, им, может быть, какой-то такой же тупой дебил, сказал, а вот сходите, вон, половите Волкова в гараже. Есть такой? Вообще, зачем меня ловить, я не знаю. Ну, ловить есть за что. Моя позиция по, там, войне всем известна, кто канал этот смотрит. Ну, и вообще отношения к властям. Мы не будем, канал же у нас, так сказать, не политический. Ну, просто вот, оно соответствующее тому, что пришли. Мало того, на меня написано, ну, было семь доносов, сколько, не знаю, сейчас. Пишут те же парапланетисты, с которыми мы когда-то летали. Пилоты, вот, которые со мной дружили, руку жали. Написали на меня доносы, что он вот такой-то, такой-то, он там за то-то, за то-то. Ну, короче, не важно. Смысл в том, что, во-первых, есть люди говно, которые пишут доносы. Есть люди говно, которые реализуют поиск людей по этим доносам. Ну, и не знаю, что еще сказать. Я понимаю, что, скорее всего, есть в мире нормальные милиционеры, полицейские, естественно, нормальные военные. То есть, я таких встречал в своей жизни. И, наверное, сейчас я хотел бы записать ролик о коэффициенте людей, которых я встречал хорошими. И, ну, вот у меня там 12 или 13 историй про встречу с силовыми, так сказать, ведомствами. В разных ипостасиях, начиная с моего младшего возраста. И почти в основном количестве случаев, увы, во-первых, компетентность людей вызывает вопросы. Во-вторых, ну, не знаю, честность, порядочность. Вот все как-то так вот не так. Я предлагаю поржать. То есть, я попытаюсь рассказать эту историю с неба. Ну, дайте, вот кому-то понравился формат интервью. Ну, сейчас посмеемся. Сейчас посмеемся не для того, чтобы просто посмеяться, а для того, чтобы, ну, не знаю, вот вы задумаетесь о своих ситуациях, как у вас в своей жизни происходило взаимодействие с органами. И, не знаю, как бы, насколько они все-таки эффективны, порядочны, нужны. Ну, подумаем об этом и полубаемся. Вдруг это что-то изменит в мире. Вдруг какой-нибудь человек из органов посмотрит это видео, подумает, блин, как-то живу я правильно, но зря. И пойдет, например, займется чем-то более полезным, чтобы свою силу, там, мужскую, тратить на созидание какое-то в этом мире, на бесполезное просиживание в кабинетах штанов или там ловлю Волкова, который ненавидит варье, тех, кто задеял войну и так далее, и относится к ним соответствующе, ржет над ними. Его за это надо поймать, там, не знаю, посадить или еще что-нибудь. Итак, первый раз столкнуться с какими-то такими представителями силовых ведомств мне довелось, когда я уже был студентом, я возвращался с Харькова, я учился в Харьковском авиационном институте, учился на пятерке, закончился кличем и так далее, именно, да, и стипендия, все дела. Привет, ХАИ, ребята, все ХАИовцы, тоже привет огромный. Так, даже помните, 90-е годы, в 91-е я поступил, и было очень много всяких границ там, всяких, постоянно менялись правила. Я уезжал из Литвы, когда не нужны были еще визы на учебу, уехал, проучился полгода, и когда я возвращался назад, оказалось, что какие-то визы уже нужны. Но для тех, кто уехал, вроде как не нужны. Ну, я так это все почитал, там, понимаете, интернета еще не было, поспрашивал у всех, позвонила мама куда-то, сказала, ну, должен доехать. Я взял билет на поезд Харьков-Вильнюс и спокойно поехал. И вот на границе белорусской с Литвой, на белорусской территории, зашел подграничник и говорит, а ты студент, али отсюда, все, высаживайся. Говорит, почему? Ну, потому что, извините, там визу у тебя нет. Но при этом вид этого пограничника соответствующий, видно, что он хочет денег. Говорит, слушайте, денег, ну, вот я бы вот как-то так, он говорит, ну, мы можем, конечно, этот вопрос решить, но вот ты же понимаешь. Говорит, слушай, понимаю, но как бы я возвращаюсь домой, я не был полгода, я, извините, студент, вот там документы, вот третий курс, вот, там второй курс был, не помню. Ну, пожалуйста, ну, я ж, ну, ты же человек, ну, да мне пофиг. Говорит, вот ты, у тебя есть нарушение, давай, вали, это, съелась с поезда. Я говорю, а как же я доеду? Ну, как-нибудь доедешь, я не знаю, говорит, ну, не мои проблемы. Или так, или сяк. И вот этот вот сволочь, если он меня каким-то образом вспомнит, ну, человек, ты просто скот. Он меня высадил. Для меня это был стресс, потому что я, ну, законопослушный, достаточный человек, не нарушал особо никогда ничего. И тут вдруг меня саживают с поезда, у меня денег, реально там, ну, какие-то остатки. Ты этому пограничнику даже на эту долбанную взятку, которую я сдавать не хотел, не хватило бы. Он меня высадил. Честно, я даже расплакался, то есть я сидел на скамейке, у меня текли с глаз слезы. И вот здесь уже вторая часть. Проходит седоволосый такой мужчина, мимо смотрит, у меня большой рюкзак, слезы текут и так далее. Говорит, что случилось? Я говорю, слушай, ну, высадили из поезда. Как, говорит, высадили? Я говорю, ну, вот так вот. На каком основании? Я объясняю. Оказалось, что это начальник вокзала был. То есть не к структурам относящиеся, ну, а просто вот тот, кто смотрит за этим вокзалом. Как он разозлился, как он пошел к этим пограничникам, как он на них там наорал, как он говорит, суки, что делаете? Вы на кера студента нормального чувака, парня, который учится, который пытается как-то в этой жизни выжить. Что ж вы, кровососы, делаете? Ну, в общем, бодренько он у меня сделал билет, не знаю, как он его оформил, потому что мне на билет-то денег уже не хватало. Я сел на дизель, который шел, уже не такой поезд, который там скоростной и так далее, на какой-то местный. Попал на, переехал на пограничный пункт уже в Литву и спокойно доехал до дома, там меня мама встретила. В общем, конечно, жесть полная. Вот это было первое знакомство с органами, оно было очень неприятным. Второй раз столкнуться с представителями власти мне довелось в славном городе Харькове. И по такому достаточно серьезному поводу. Я был очень увлекающимся молодым человеком, умел делать многое, работать на станках и так далее. Я даже как-то увлекся изготовлением огнестрельного оружия, там делал пистолеты. Ну, не для того, чтобы кого-то убить, а мне просто нравилась техническая задача сделать пистолет, который стреляет калиберным патронам. Например, я делал, стрелял, то есть это было замечательно. Ну, естественно, когда я поступил в ВУЗ, мечтой у меня было какой-нибудь пистолетик себе купить. Я купил себе газовый пистолет, который стрелял и дробью, и газом. И таскал его, потому что были лихие достаточно времена. Может, это была глупостью, но, в общем, эта глупость однажды сработала непонятным образом. То есть я ехал к своей тете в Харькове, и у метро, на Южный вокзал, по-моему, там, уж не помню уже, вышел, прохожу мимо киосков, был уже вечер, киоски все закрыты. И вдруг около этих киосков как-то отделяется такая тень, парнишка такого вида совершенно дохленького. И подходит ко мне, говорит, ну что, говорит, студент, снимай куртку. Ну, я смотрю на него, то есть он, ну, вот он впаду и упадет. Я говорю, вообще, ну, с чего бы это? А вот снимай, снимай. Я тебе сказал. И раз, хватит меня за куртку. Кожаная была хорошая, мама купила. И я вижу, как из этого вот же, так сказать, тени отделяются, и идут два таких шкафа. Вот ко мне уже двигаются. А его задача была за меня за куртку схватить. Он схватил и держится. Ну, я пытаюсь его отпихнуть и понимаю, что сейчас вот они придут. Ну, то есть, помимо того, шкупку заберут, еще я буду изрядно бит. Лежит пистолет. Я говорю, хорошо, только документы достану. Руку за пазуху. И дальше мне удалось его достаточно сильно толкнуть. Он начал падать. В этот момент бегут эти ребята. Я уже не сильно думаю. Сначала в корпус как бы думал. Газ как-то еще, а потом уже просто не думаю. Меня настолько возмутило вот это ощущение, что меня, нормального человека, на каком-то основании хотят грабить, что просто стрелял вот так перед собой. Газ, дробь, газ, дробь по теням. И, в общем-то, все не легли. Не знаю, там, глаза, как, чего. Потому что, конечно, нельзя дробью в глаза стрелять. Это неправильно. Но я уже, честно говоря, у меня было состояние тоже некоторого эффекта. И за это, конечно, можно было мне и ответить. Зато если бы я превысил, так сказать, нормы необходимой самообороны. Но провоцировать на это может шоковое состояние. Я был в таком шоковом состоянии. Я побежал, соответственно, дальше от этого места. Услышал выстрел в воздух. И тут, в мгновение волшебной палочки, откуда-то милиция появилась. Которой вот не было, когда меня грабили. Но вдруг она появилась, когда, так сказать, они услышали выстрел. Ну, логично. Дальше они меня забирают. Я говорю, только не сажайте меня с этими вместе. Они говорят, ну, хорошо, хорошо. Везут. Никакого сочувствия, ничего они ко мне не испытывали. Но когда они привезли меня в отделение, мне попался совершенно волшебный капитан. Который, как оказалось, я там задержал какого-то там, кого искали из этих двоих. Вот он на радостях посадил меня допрашивать. Ну, и расспросил, как что было. Я все, как было, рассказал. Он говорит, слушай, чувак, но у меня сегодня хорошее настроение. Ты же понимаешь, что, в принципе, с пистолетом бегать газовым по городу Харькова нельзя. Это у вас в Литве можно, а в Литве как раз можно было газовое оружие уже таскать. Вот. А у нас нельзя. Ну, давай мы напишем такое письмо, что ты обязуешься этот пистолет вывести. Я тебе его даже отдам. Ну, отдам мне этот, а чуть-чуть другой. Мне твой очень понравился. Классный, говорит, револьвер. А тебе вот у меня такой же есть, вот, похожий. Давай, меняемся? Конечно, меняемся. Вот. И таким образом я написал заявление, подписал и так далее. Так сказать, мы в какую-то коробку сложили этот пистолет, поставили туда, ну, такую сургучную печать и так далее. Он написал там все необходимые данные, свои милицейские или еще что-то. Ну, в общем, я эту коробку вывез, на границе предъявил, когда выезжал. Ну, и, в общем-то, все. Действительно, вывез пистолет на Литву и там его и бросил. А совет, который дал капитан, был очень дельным. Он говорит, ты понимаешь, в принципе, что ты таскаешься оружием, вот сейчас вот оно тебе выручило. Но представь, говорит, что у этих бы тоже что-то было. Ты же, говорит, не профессионал. Ты пользоваться этим нормально, все-таки не умеешь. И тому надо действительно серьезно учиться, чтобы просто не на... Ну, и ты повезло, что ты ему глаза не высадил. А, говорит, в противном случае было все намного хуже. Поэтому подумай трижды, прежде чем брать оружие. Человек без оружия часто осторожнее и не лезет в бутылку, не провоцирует ситуацию. То есть оружие это хорошо, но когда в стране нормально, легально можно им владеть и можно легально научиться им пользоваться. Там, пример тех же штатов, в котором, скажем так, шансов, что тебя ограбят, несколько меньше. Потому что каждый грабитель знает, что он может получить. И можно пользоваться этой вещью, необходимостью самообороной. Ну, неважно, тема совершенно не моя. То есть я об этом рассуждать даже не хочу. Я к тому, что у меня был такой случай, когда я стрелял в людей. И для меня это закончилось хорошо. И закончилось хорошо во многом из-за человечности того самого капитана. Если он меня каким-то образом сейчас увидел, то большой ему привет и огромное-огромное человеческое спасибо. Дальше были, естественно, всякие там пограничники и так далее и тому подобное. Мы это... Долго можно рассказывать всевозможные мелкие истории. Смысла нет. Они схожи с первой. А интересно, насколько иногда нищими были. Представители власти и какого рода взятки они готовы были брать. Как-то мы возвращались из Кавказа. Были в Пятигорске, там Домбари и так далее. Летали на парапланах. Я вел машину, а мой друг Юра сидел рядом на пассажирском сидении. И ел колбасу. Вот такую вот длинную колбасу. Ну, ах, кусаешь. И у него там остается вот такой огрызочек. Мы проезжаем пост и у нас все хорошо. То есть там бумаги, доверенности, страховки. Вот все, что могло быть абсолютно все правильно. И на нас смотрит этот милиционер и говорит, ну так, ну как бы вот все у вас, конечно, хорошо. Ну, говорит, ну дайте хоть что-нибудь. Я говорю, а почему? Ну что, у вас совести нет? И Дринкес на него смотрит и говорит, слушай, у нас совесть есть, но ничего нет. Вот хочешь колбасы? Он говорит, хочу. Вперед он, догрызая колбасы и отпускает нас. То есть это было, конечно, смешно. Это, наверное, можно так сказать, уровень зарплаты милиционеров на тот момент. И вообще их, ну вот место вот этого постового, который вот просто стоит, должен вымогать эти взятки, наверное, чтобы прожить. А может ему, чтобы это сказали. Это бесконечно противно и фу. Было много и смешных ситуаций. Как-то меня остановил в 0 часов 12 минут ДПСник и говорит, о, документики, да-да-да-да. О, и расцветает такой улыбкой. Он говорит, а ты знаешь, что у тебя доверенность 12 минут назад кончилась? Я говорю, ага. Он говорит, ну вот, вот смотри, 12 минут назад. А дальше без доверенности, ну нужна была эта дебильная доверенность, которая, естественно, потом подменяли все машину на спецстоянку, эвакуатор. Ну и, естественно, заканчивая это все банальной взяткой, которую ты понимаешь, что в данном случае отмазаться ты от этого не можешь, просто потому что, ну вот, 12 минут, и нарушил, нарушил. Что делать? Он говорит, ну там, вот, столько-то рублей и поехали дальше. И в такой ситуации, конечно, пришлось заплатить, потому что это намного уменьшает проблемы, хотя это именно провоцирует дальше эту систему существовать. То есть не заплати я, наверное, заплати кучу денег за эти эвакуаторы, но подумаю, вот придурок там, дурак, сколько себе геморрой нажил. И, ну, наверное, это был бы все-таки правильный путь. И по правильным пути я, кстати, потом ходил. У меня прекрасная есть история, как, ну, честно говоря, во многом из-за того, что у меня были потом права литовские и машина литовская с литовскими номерами. Соответственно, передвигаясь по Российской Федерации, я спокойно имел право требовать все штрафы к себе на родину, что я, собственно, и делал. И показательный случай. По Брянской области я ехал, ехал я с планерным прицепом уже, и не нарушал там скорость, может быть, километров 70, то есть потому что там такая дорога, что с этим планерным прицепом страшно ехать, без планера останешься. И останавливают меня, естественно, так сказать, сотрудники. Говорят, ой, Игорь, как вас по батюшке? Я говорю, зачем вам? Ну, говорит, ну, просто вот, просто не скажу. А фамилия, имя? Игорь Волков, документы, паспорт. Ну, а как вы по батюшке, слушайте, ну, обращайтесь. А как к вам обращаться? Говорят, Игорь, господин Игорь, вы хотите по литовскому стилю, там, помост, фонос, игорис? Как хотите. Мне, Игорь, неважно. Может, и Игорь достаточно будет. Ну, Игорь, Игорь, ну, как же мы будем этот вопрос решать? Говорю, какой вопрос? Ну, вы же, говорит, так быстро ехали. Ну, как, 70 километров в час? Ну, там, говорит, чуть больше было. Говорю, ну, не знаю. Ну, я здесь же населенный пункт, а где, извините, знак? Он говорит, а вот там в кустах, вот он там вот так вот, за деревом. Говорю, ну, а чего вы дерево не спилите, чтобы был виден знак? Ну, это не наша вотчина, мы, значит, мы только вот тут стоим. Говорю, ну, понятно, лес, ничего не видно, какой-то знак таинственный. Мы говорим, вот, смотрите, я живу во Франции, у меня там есть перед городочком стоит знак, что через 150 метров будет, нужно сбросить скорость до 50. Но знак стоит 50, за 150 метров до, и еще стоит еще один, когда уже, собственно, надо сбросить. Он говорит, ну, почему вы так не сделаете? Это не наше ведомство, это не наши проблемы. Вы нарушили, вы отвечаете. Говорю, хорошо, вот, шлите мне штраф. И, соответственно, даю им, говорю, так где живете? Вот, в каспорте написано, мэрия города Вильнюса. А, говорит, а как вот так уже можно? Ну, ладно, действительно было, можно в свое время декларировать, ну, что живешь, типа, мэрия, то есть не декларировать адрес физический, а вся корреспонденция должна была куда приходить. Ну, потом это убрали, но на тот момент было именно так. Вот, на деревню к дедушке, в мэрию отправляйте штраф. Он так, ну, да, ну, это же как сложно заполнять, столько мы времени на это потратим, а может как-то вот по-другому? Я говорю, ну, как по-другому? Ну, мы можем вас, там, например, там, предупредить, там, поругать, как бы, ну, вот, делать вам предупреждение, не обязательно штраф, ну, вот вы так обрадуетесь и поблагодарите нас. Я говорю, конечно, я поблагодарю. Он говорит, ну, вот мы вас предупреждаем. Я говорю, а я вас благодарю. Я говорю, как, как, просто так? Я говорю, ну, а как я еще должен вас благодарить-то? Чисто по-человечески вы вошли в положение, из-за того, что ваша система несовершенна со знаками. Вы вот так вот... Ну, и, короче, минут 15-20 они мему рыжили. Но я говорю, ну, вот, пожалуйста, выписывайте. Я же не отказываюсь, ничего плохого делаю. То есть, все, ну, прям как по закону должно быть. Ну, и когда они, мы уже разъезжались, говорят, ну, вас кто-нибудь отштрафовал вот так? Нет, всем лень писать, пытаться разобраться в иностранном языке и написать правильно документы, чтобы отправить мой штраф за пределы страны. Ну, да, вот это, конечно, очень тяжело. Нам проще штрафовать обычных людей. Вот так я стал необычным. Некоторую принципиальную позицию я занимал, и когда вот откровенное вымогательство было, ну, я вплоть до того, что заявлял в органы, то есть, у меня однажды поцарапали машину, ну, не мне, жене, и пришли к ней полицейские домой, то есть, она вызвала, и они сказали так, что вот столько-то денег, и мы оформим это быстро. Вы по страховке получите страховку, вот, никуда не ходя. А, говорит, если нет, мы оформим так, что вы еще в отделение поедете, еще что-то сделаете, то-то надо будет делать. И она говорит, ну, нет, я не хочу ничего платить. Они еще раз намекнули, еще раз объяснили, еще раз объяснили, ну, и потом уехали, оставили вот эту вот дебильную справочку, которая, с которой потом бегать пришлось. Ну, я, соответственно, приехал домой, разозлился, набрал номер дежурного, ну, как-то, просто позвонил в полицию и сказал, что было вымогательство, факт взятки, ваши сотрудники были там, ну, были сотрудники такие-то, какие-то, ну, по крайней мере, там, на остались на бумажках, осталось все. И это все автоматически записалось, естественно, и дальше начался цирк, потому что на следующий день начали звонить, просить забрать заявление, потому что, что это я тут клевещу на органы, нет основания не доверять сотрудникам, говорю, ничего, я забирать не буду, вот вы должны приехать туда-туда-то, я никому ничего не должен, говорю, присылайте повестку, вот мой адрес декларированный здесь находится, вы знаете, где я живу, присылайте повестку, будет повестка, я приду, так не приду, по телефону не приду никуда, что ж вы творите, вы тут теперь нам-то работы добавили, говорю, накажите, те, кто взятки, вымогает. Эта история длилась 3 месяца, они 3 месяца мне мурыжили мозг, ничего, наверное, никого не наказали, но геморрой я им подбавил точно. А вот случай, когда пришлось менять свои показания, тоже, увы, был, и я вот могу себя признать трусом, это был, кафе было на 140 каком-то там втором километре трассы М4 Дон, деревяшка наша, и в этой деревяшке бухали полицейские, или менты, это можно назвать, и еще кто-то там, двое в форме, один в штатском, и начали стрелять, нажрались, вели себя отвратительно, и вот там был такой сержантик, или лейтенантик молодой, и вот он из газового пистолета пошмалял, значит, прямо в кафе, неизвестно зачем, просто от широты душевной, волной газа накрыло нас даже на улице, то есть мы чихали, кашляли и так далее, я так разозлился до безобразия, что взял, набрал по сотовому телефону, тогда еще денег стоило каждую минуту, полицию, разговор записывается, они вместо того, чтобы что-то делать, меня там, и говорят, у нас стрельба, представьтесь, Волков Игорь Владимирович, номер паспорта, у нас стреляют, может вы спросите, где наряд, нет, сначала мы выясним, кто вы такой, и это был трындец, потому что меня сначала три минуты кто-то опрашивал, потом еще переключили в другое место, еще опрашивали, еще опрашивали, в общем, минут 15 провел на телефоне, и пока мне не сказали, что все, машина вышла, дальше эта машина естественно ехала минут 40, те успели добухать, пьяными сесть за руль, мы сфотографировали номера этой машины, и вот как только они тронулись, и номеров уже не стало видно, в этот момент въезжает УАЗик, на парковку оттуда выпрыгивают с автоматами, значит, там, милиционеры, полицейские, и там сразу же, кто тут вызывал полицию, я говорю, вот машина, вон она уходит, вот она, вот еще хвост виден, огоньки горят, поймайте, нет, это, говорит, другое, значит, ее там на посту, если что, примут, давайте разбираться, кто тут заявлял, Якуль заявлял, ну вот, и сторож еще, вот, может, говорю, подтвердить, он с оружием стоял тоже, сторож, потому что бросился как-то этих полицейских успокаивать, в общем, короче, нас допрашивали, наверное, минут 40, то есть, геморрой я себе нажил немерено, но, как было, я записали все мои показания, ну и дальше, значит, я говорю, оказалось, что все-таки, естественно, они каким-то образом чудесным проехали этот пост ДПС, которого кулаки, доехали до Кашири, в Кашире по номерам, которые мы записали, на следующий день машину нашли, и оказалось там, для кого-то это было важно, короче, их начали сначала, делу дали ход, делали ход, и через некоторое время дали делу обратный ход, потому что меня вызвали в отделении полиции по звонку, звонком, так я писал заявление, говорит, приедьте, пожалуйста, начали рассказывать, что оказывается, этот молодой лейтенантик, и такой хороший, такой вот замечательный человек, вот с детства любит кроликов, там, не знаю, там, птичек целует в клювик, и, в общем, прям вот такой замечательный, и мы ему сейчас жизнь испортим, потому что, так как он стрелял, то его там и из органов, и в тюрьму, и так далее, и, собственно, и правильно, так и нужно было сделать, но вот у него такой хороший папа, у папы такой хороший друг, и вроде как все по-любому на все решили уже, надо бы только вот в моем заявлении исправить, что я видел, как он стрелял, на то, чтобы я слышал звук выстрела, но не видел, кто стрелял, если слышишь, нет, почему я должен что-то исправлять, ну, вы понимаете, Игорь Владимирович, вы же тут летаете рядышком, вот тут у вас вот на 134-м километре парапланчики летают, мы же вас знаем прекрасно, мы же вас не трогаем, все у вас замечательно, но вы же сами понимаете, что если вот вы это вот не напишите, не измените, то как бы, во-первых, все равно, потому что сторож уже подписал, а вам, говорит, ну, вот как-то вот, вот, а давайте, говорит, я вам историю расскажу, чтобы понимали, с чем мы реально сталкиваемся, чтобы вы были, ну, чтобы вам не было так стыдно что-то менять, я говорю, ну-ка, расскажите-ка, и, ну, хороший действительно был, этот, что там был, капитан, по-моему, меня допрашивал, ну, и, собственно, со мной общался, и он рассказывает историю, как поехали на шашлыки представители, так сказать, полиции, и тоже, наверное, полиция, или еще чего-то, и встретились на одной петле оки, там, в одном месте одни стоят, в другом другие, ну, естественно, выпили, закусили, шашлыков поели, нажрались до такого состояния, что поругались, посрались, и начали стрелять друг в друга, ну, сначала просто бить морду друг другу, потом, когда стало понятно, что кому-то морду бьют сильнее, чем кому-то, они стреляли из боевого оружия, никого не убили, но были ранения, ну, и, естественно, по этому поводу была большая разборка, вплоть до того, что дошло это до каких-то там уже генералов, ну, и когда это все полюбовно, как обычно, решили, может, какими-то деньгами, может, еще чем-то, два генерала остались в кабинете, налили себе коньяку, а присутствовал, так сказать, видимо, этот вот капитан, потому что он эту историю рассказывал, типа, как он там был, и он говорит, знаешь, что они обсуждали, кто кому наводил, валял, ты видишь, говорит, мои-то победили, вот, радостно, что вот, мои-то стреляют лучше, там, еще что-то, то есть, не сам факт, что сотрудники умудряются достать оружие и стрелять, хер знает в каких целях, а то, что кто кого, кто кому, извините, начистил, ну, вот что, ну, что, я, сами понимаете, что сделал, дальше школа летала, и до сих пор летает нормально, но сам факт, отвратительный, ну, и школа, слава богу, уже не моя, ничего меня с этим не связывает, но ощущение после этого, как будто ты себе, не знаю, в душу говна наклал, потому что ты чувствуешь, что вот с чего начинается, то, что там все говорят, а что мы можем сделать, да мы маленькие винтики, да нас не спрашивали, ну, все так однозначно, еще что-то, да все однозначно, когда ты начинаешь так трусить, делаешь такой шажок, то этот шажок, в конец, в начало конца, что потом, не знаю, слово войной, война войной назвать нельзя, что вы там, за слово вобла, можно срок получить, что за бред такой, что за дебилизм такой, и половина, добрая часть страны работает на то, чтобы другую часть страны держать в узде, и не давать им ничего делать, чтобы полицейское государство, мать его, кормить кучу дармоедов, это начинается именно вот с таких вещей, ну, сейчас чуть эмоциональнее, чем нужно, но как есть, как работают органы иногда, в конце 90-х я менял, там надо было поменять 200 долларов, я пошел в Крылатском, как обычно, там к подменному пункту, ну, который замечательно перед моим носом закрылся почему-то, ну, типа там технический перерыв 5 минут, но тут волшебным образом, естественно, организовался мальчик, который говорит, ой, тебе нужно доллары поменять, а мне как раз нужно продать, ну, короче, ну, давай, ну, и там, как обычно, кукла, то есть пару купюр, внутри какой-то, ну, не мусора, мелкие деньги, ну, то есть не совпадало, я говорю, не-не-не-не-не, чувак, нет, он говорит, ну, ладно, забирает свои деньги, отдает мне назад мои доллары, естественно, уже не мои, так я вылетел на 200 фальшивых долларов и пошел в отделение полиции соседней, я говорю, слушайте, вот у вас такая фигня, при этом видно, что подстроено, потому что и тетка правильно закрыла окошко, и чувак стоял, и, скорее всего, это не первый раз там эта схема работает, говорю, вот, ловите, вот они, вот просто там, давай сюда доллары, и давай, значит, мы тебя будем сейчас записывать, может, ты фальшиновый манечник вообще, и давай, значит, мне там, не знаю, сейчас допрашивать, допросили, говорю, ну, все, можно идти домой, нет, домой не пойдешь, будешь понятым, говорю, почему, ну, типа, у нас понятых нет, вот, мне нужны понятые, сейчас тут кого-то поймаем, вот, посидишь еще пару часиков, ну, как бы, спорить сложно, честно говоря, ну, у меня, конечно, было желание поспорить, думаю, кер с вами, и приводят мальчика, всего в слезах, у него, не знаю, может быть, на один косяк травы, вот, щепотка лежит, и давай ему рыжить, что, ах, ты, ты 15 лет пойдешь за эту траву, и так далее, там, кто тебе дал, он говорит, дядя, телефон дяди, ну, и, короче, этого мальчика запаковали, соответственно, видимо, и дядю запаковали, меня, как понятого, значит, я там подписал, что слышал, что видел растительного происхождения, столько-то там травинок, и так далее, и тому подобного, вот, и дальше, через полгода, мне приходит повестка, явиться в суд свидетелем, я ее выкинул в помойку, и все, знакер мне вообще, все это вкакалось, то есть, вот так работает, ну, не знаю, через жопу, вместо того, чтобы проследовать что-то нормальное, мальчика берут за, там, щепотку этой травы, ну, хотя, кстати, я не поддерживаю все эти, там, наркотики и прочее, но я просто считаю, что некоторые наказания должны быть, ну, соразмерны, там, что ли, что, и ловить нужно не того, кто вот это вот таким образом употребляет, в конце концов, а того, кто это продает, и до этого деньги зарабатывает, вот, с этого начинать, а этим-то заниматься сложнее, проще, вот так-то палочек себе наколупать, кстати, о палочках, показательный случай уже был, где-то, я уже на планере летал, да, и возвращался на машине, на линкрудере, у меня зелененький такой, это тоже крокодильчик, замечательный, 97-го года линкрудер, правда, и останавливает меня полиция, просто так, я говорю, основания какие, он говорит, ну, просто так остановили документы, я даю документы, он говорит, паспорт, я говорю, прав недостаточно, нет, вот давайте паспорт, ну, даю паспорт, паспорт литовский, регистрация есть, все чисто, там, страховки, все абсолютно белое, а что, говорит, вы это, вот мы вас задерживаем, говорю, на каком основании, ну, вот у нас там, вот, а что, основание должно быть, наверное, да, если вы меня куда-то хотите везти, то, ну, вот следуйте за нами в отделение, говорю, хорошо, паспорт отдайте, паспорт мы вам не дадим, говорю, вы не имеете права, паспорт, это собственность моей республики, и моя, и вы не имеете права его взимать, паспорт мой, пока вы мне отдадите, я никуда с места не тронусь, вызывайте следующий наряд, без паспорта не поеду, откройте багажник, говорю, на каком основании должен вам открывать багажник, а ну, открой багажник, там, один был такой звезданутый, быдло такое, настоящий быдло, которому дали власть, которое упивается этой власти, ему дали возможность поунижать других людей, не открою, а я вот диктофон врубил на всякий случай, но они этого не видят, и дальше это быдло начинает боковать конкретно, то есть вытаскивает меня из машины, там давай багажник открывай, я говорю, с понятыми открою, а что с понятыми, я говорю, ну вы мне сейчас подкинете что-нибудь, и потом еще я буду виноват, а что, что-то есть, я говорю, ничего нет, но извините, без понятых я вам багажник своими руками не открою, а не своими вы можете открывать, пожалуйста, но в этом случае вы влезете в мою частную собственность, давайте как-то, ну, фиксировать это тогда, ну, короче, видно старшему это надоело, он говорит, ладно, отдай этому паспорт, пошли, дальше они везут, я заеду за ними, соответственно, за их машиной в отделение, они меня в отделение зачем-то сажают, полчаса держат, мои документы мурыжат, в общем, оказывается, называлась это операция иностранец, оказывается, что при операции очень много приезжих в городе Москве, и они все обязательно преступники, и, соответственно, очень сильно увеличили преступность, и чтобы ее не было, всех иностранцев нужно проверять, поэтому по помойкам ловят граждан Литовской республики, законопослушных, и проверяют они, не знаю, воруют ли они тут под подворотным что-нибудь, и больше органам заняться совершенно нечем, ну, я, естественно, как только не закончили, пошел к старшему, попросил бланк, написал заявление о том, что мне не понравилось, как со мной общались, мне не понравилось, как мне хамили, и так далее, и тому подобное, заставил подписать, зафиксировать, и так далее, не знаю, добавил я какого-то геморроя этим или нет, но, надеюсь, что да, привет этому быдлу большой, стоп вам, так жилось, как вы работаете, кстати, привет о том, чтобы жилось так же, как работаете, могу передать Авиру, который находится, находился в то время, Каширское шоссе, дом 59, у нас был гараж рядом, а вот там был по другую сторону Авиру, в котором я, как иностранец, должен был получать, ну, я пару раз оформлял временное проживание в России, ой, делать было мне больше нечего, конечно, надо было не заниматься этой херью, но это было удобнее, нужно было делать визы каждый год, ну, и я, что там, оформлял, так как работал я в этом гараже, делал лебедки для парапланов, по утрам, мне нравилось работать, я приходил в 4 утра, там уже в 4 утра было там 6-7 человек в очереди, я занимал очередь, потом пошел в гараж, до 9 работал, в 9 открывался Авиру, я там был 4-5, соответственно, приходил, подавал заявление, делал это я 7 раз, ну, потому что то запятую я не в том месте поставил, то, оказывается, надо было написать так, а так, то есть там были разные инспекторы, и одни сокращения приветствовали, другие говорили, что тут надо печатными буквами писать, третьи говорили, что прописными, четвертые, что не так сформулировано, пят, ну, короче, это был седьмой раз, когда я подал заявление, и заявление было уже вроде как нормально оформлено, и в этот момент сотрудница говорит, ну, вот, Игорь Владимирович, вы видите, как вы уже много раз у нас ходите, вы, говорит, не устали к нам ходить, и в очереди стоять, там, у нашей очереди еще немало, я говорю, знаете, нет, мне так удобно к вам приезжать с утра, я так люблю просыпаться на рассвете, вот, я пришел, и вот, видите, сейчас вот сдам это заявление, весь день буду счастлив, да, говорит, ну, вы не сдадите, потому что тут у вас опять помарочка вот такая, вы знаете, придется вам переписать и прийти ко мне в следующий раз, говорю, ну, конечно, это очень прискорбно, может, вы вот как-то дадите мне какую-нибудь брошюрку, чтобы я знал точно, как правильно, вы знаете, брошюрка, говорит, очень хорошая идея, мы можем вас подписать на журнал, ну, назовем его, иммигрант, я говорю, зачем, ну, вы знаете, вы будете в курсе ваших иммигрантских дел всех, и так далее, вот, 7000 рублей стоит подписка за год, вот, вот, надо сюда положить 7000, и мы вас подпишем на журнал иммигрант, будет вам так замечательно, так удобно, он говорит, не хочу, ну, ну, тогда, извините, не будет вам приема заявления, говорю, хорошо, отлично, пишите отказ, что вы заявление отказываетесь принять, на каком основании, она пишет заявление, основание, я это все беру, и иду к начальнику, он говорит, слушайте, вот, я седьмой раз, и сейчас мне предложили на журнал иммигрант подписаться, я говорю, вы считаете на нормальном, это не, не попакивает взяткой, нет, ну, как вы могли такое подумать, мы же такие кристально честные и чистые, я говорю, ну, хорошо, но я все-таки, пожалуйста, напишу заявление, что мне показалось, что мне предложили дать взятку 100 рублей, можно я это напишу, ой, не надо, не надо, ну, как-то вот все-таки, может быть, надо, надо, ну, сейчас, сейчас, сейчас мы решим с вашим заявлением, они принимают, дальше, мне, естественно, в нормальном порядке выдают этот вид на жительство, а приходит он, ну, такая бумажка тебе по почте, приходит по обычной, и написано, что вы должны с этой бумажкой обязательно сразу бегом в АВИР, я, естественно, сразу бегом в АВИР, с этой бумажкой, мне говорят, о, отлично, подписывайте бумагу, что вы в 7-дневный срок обязуетесь там как-то там зарегистрироваться, что-то, что-то сделать, я говорю, а что для этого нужно, ну, должно теперь такой с голограммой прийти еще к нам, вот как оно придет, вы сможете зарегистрироваться, но когда придет, тогда я напишу, не, не, напишите сейчас, мы вам потом позвоним, говорю, а если я нарушу из-за того, что вы на меня не позвоните или еще что-то, да ничего не будет, все будет хорошо, мы же вам говорим подписать, мы же, и вот на этом мы же, мне дураку, конечно надо было бы, как улыбнуться и сказать, ни хера, но я как Ванька, значит, наивный подписал эту бумажку, что это безуевый 7-дневный срок, что-то там зарегистрироваться, и дальше, а говорю, дальше что мне делать, а мы вам позвоним, когда придет к нам уже, вот дайте ваш телефон, мы вам наберем, когда голограммка вот эта придет, вот тогда вы сможете это все закончить, проходит 2 недели, через неделю я вам позвонил, спросил как, он говорит, не переживайте, еще не пришла, почта плохо работает, вот придет, тогда и решим все, приходит эта штуковина, я прихожу, мне спокойненько выдают 2 бланка, вот пишите объяснительные, как вы нарушили закон Российской Федерации, так сказать, регистрации иностранцев, а второе, с вас 5 тысяч рублей штрафа, но говорит, еще 5 тысяч рублей штрафа с вашей жены, потому что она укрывала иностранцев все эти там неделю, пока он, значит, скрывался, говорю, слушайте, вы в своем уме, вы понимаете, что как бы, ну вы сейчас просто вот откровенно делаете полную подлость, гадость и мерзость, он говорит, я понимаю, но у меня разнарядка, мне нужно собрать столько-то штрафов и поймать столько-то иностранцев, я что, говорю, по ларькам этих джуншутов каких-нибудь ловить? Нет, говорит, вот у меня сидит настоящий боевой иностранец, с которого я спокойно возьму 5 тысяч, который их заплатит, ну и жена его заплатит, вот давайте-ка, Игорь Владимирович, делайте быстренько, и после этого все вам оформим, никакой очереди, без очереди вас приму, ну что, а что мне дальше делать? Фактически, по бумажкам, я дракон нарушил, ну я иду, плачу эти 10 тысяч, приношу бумажки, отдаю, получаю свое временное проживание, и, короче, вот, вот это вот не украшение органов, это какой-то, знаете, вот как адский ад, это вот, еще только говном намазать сверху, и поставить на всеобщее обозрение, фу, но те, кто это делал, они вдруг меня увидят, тоже большой привет, передаю, чтобы вам так же жилось, как вы работаете, высшая подлость, наверное, от людей в погонах, это бить, невиновных, был случай на Кавказе, в Донбайе, это был какой-нибудь 99-й год, наверное, когда проводились большие парапланерные соревнования, наверное, самые большие на тот момент, Кубок Донбая, и съехались, действительно, представители со всех регионов российских, с Украины очень много народу приехало там, и со всех стран бывшего, там, Советского Союза, классные были заревы, но на них, многие жили, ТЦ Горные вершины, и там была, на каком-то этаже, там, в верхнем дискотеке, ну, естественно, было много местных ребятишек, в Донбайе, которым было скучно, и, в общем-то, я не скажу, что на Кавказе высшей доблести считается подраться, но у ребят, наверное, было такое развлечение, подраться, ну, судя по всему, они пристали к девочке нашего друга, ну, просто вот там, как обычно, там, давай познакомимся, ля-ля-ля, тополя, еще что-то, проходил мимо наш друг, Юра Дринкинс, ну, который сказал, слушайте, ребят, ну, как бы девочка, ну, не хочет с вами знакомиться, зачем это нужно, а ты вообще кто такой, слушайте, давайте не будем это, кто такой и так далее, но просто вот пусть не приставайте к ней, и все, вечером придем с тобой разбираться, говорю, ну, почему разбирайтесь сейчас, нет, вот вечером на дискотека приходи, значит, мы тебе сейчас там морды бить будем, ладно, вот, Юра, естественно, вечером, не знаю, по-моему, он и пришел, но как-то там это все началось спонтанно, то, что его пришли искать, сразу его не нашли, значит, дальше кому-то доколебались, как обычно, и начали друг другу, ну, собственно, начали просто драться, мерзко, подло, с какими-то там цепями, с какими-то там палками, парапланиристы, достаточно дружная компания была, заступать, ну, начали как-то, не знаю, сдерживать эту агрессию дурацкую, ну, и пошло такое реально месилово, и в это месилово, бодренько включились менты, в данном случае, вот именно подлые, мерзкие, гадкие менты местные, которые вместо того, чтобы как-то разнимать все это дело, у человека слетели часы, он полез за ними, их поднимать, и в этот момент, совсем дурья, сапогом, этот мент врубил в голову этому человеку, он перевернулся чуть ли не в август, наш парапланирист в воздухе, и упал, там, кому-то стукнули так, что запал язык, и чуть не увер, Марков, Голодя, при этом рядом стоит его дочь, которая там 14 лет, и все это видит, это выглядело отвратительно, мерзко, каким-то чудом, как-то закончилось без трупов, и дальше собрались на следующий день местные, и говорят, ну это же мальчика, из-за девочки подрались, и все, что ж такого, вот тут такого страшного, все хорошо, но хорошо, нехорошо, но это было мерзко, подло, и, не знаю, после этого я в Донбай больше не был, хочу, мне место очень нравится, но вот это вот само поведение скотское, вот этого быдла, которому скучно, которому хочется подраться, просто потому, что хочется подраться, и такое быдло, вот наверное, да, вот как раз из пистолета стрелять хочется, хотя с другой стороны, иногда действительно можно, если аккуратно, какие-то вопросы решить словами, я облетывал новый параплан, был на горе Юца, и там есть под горой, кафешка какая-то, водопад, или что-то в этом роде называется, и там сидела компания местных, я был с девушкой, и я уже уезжал, все, то есть мы на машине, должно были купить какой-нибудь ФИД, и уже ехать назад в Москву, и вот у меня к этой компании отделяется один молодой человек, и просто откровенно подходит, говорит, слушай, ну это вот нужно с тобой подраться, я говорю, зачем? Ну, говорит, нам скучно, мы тут сидим, ну давай, говорит, просто с тобой подеремся, и будет классно, а ты мне еще денег дашь, я говорю, слушай, я не хочу тебе денег давать, да и драться с тобой не хочу. Друзья, ну в такой ситуации 90% что пришлось бы, наверное, драться, но каким-то боком я нашел какие-то слова, как-то мы с ним поговорили, и вот не поверите, через 15 минут он сидел за этим столом, говорил, все, братан, если там кто-то там тебя где-то того, ты скажи, что знаешь там Джорджика какого-то, вот он, а ты меня все знают, да я тут, короче, все, мы всех победим, не знаю, про планок мы даже умудрились как-то поговорить, короче, в принципе, иногда срабатывает, но для этого все-таки оппоненту, у оппонента должен быть ну какой-то относительный интеллект и вообще желание и умение слушать, ну и не только скука, поэтому вот на этом месте капитану, который сказал не носить пистолет, а уметь разговаривать, еще один большой-большой привет и спасибо, из смешных историй со счастливым концом, история, как у меня номера украли, в свое время, ну понимаете, да, номера поменять, это было, нужно идти в полицию, сдавать их там, старый номер не восстанавливали, давали только новый, куча геморроя, и под это дело оказался прибыльный бизнес, по слухам был прибыльнее, чем наркотиков продажа, в Москве, про него даже в газетах писали, ночью компания подростков, в котором менее там 18 летний совершеннолетник, воровала номера, и после этого размещала, кидала где-нибудь рядом, и там по телефону писала, записочку, что вот переводите на такой счет телефона столько-то денег, и мы вам, значит, номера эти вернем, ну и на российские номера стоили полторы тысячи, две тысячи рублей, что-то такое, а иностранные, соответственно, больше, и вот у меня номера украли, а машина у меня на временном возе, в общем, куча геморроя с этим, и я бегу в полицию, говорю, слушайте, вот так и так случилось, что мне делать, ну, говорит, ну, вот, заводите дело, говорит, ну, как дело, это же потом за него отвечает, а мы же его не раскроем, это нам палку повесят, какую-то, не палку, антипалку, я говорю, нет, заводите, нет, давай, значит, ты там, давай меня, соответственно, по всем кабинетам урыжить, не хотим принимать заявление, не хотим это, мы не имеем, вообще, это не повод для, короче, это не преступление, типа, шутка какая-то, еще что-то, в общем, общались они со мной долго, я не помню, смог я их убедить, принять заявление, не смог, ну, а ничем они мне не помогли, они говорят, мы единственно тебя отпустим, потому что, по идее, ты на этой машине, кроме как на эвакуаторе, теперь выехать не можешь, из-за предела нашего, так сказать, наших доблестных, так сказать, этих, дверей, а, при этом номер-то украли один, один остался, нету заднего номера, по-моему, один есть, я даже его сфотографировал, показал, как он выглядит, ой, короче, выставили меня эти доблестные полицейские, ничем не помогли, дальше я читал долго и нудно, как же себя вести в этой ситуации, оказалось, что можно совершить преступление, типа проехать с утра на красный свет или там на что-нибудь еще, получить штрафы, с этим штрафом целый день у тебя какая-то амнистия, ты можешь ехать, и то, что у тебя нет номеров, тебя за это, ну, вроде как, вроде как можешь ехать, не знаю, кто-то там писал, такие байки всякие, ну, я решил поступить по-другому, у меня был, а, при этом говорю, полицейский, ловите, вот вам, пожалуйста, номер телефона человека, который это делает, давайте его сейчас поймаем, нет, мы не можем, мы, значит, не имеем права проверять номера, нам надо запрос делать только за две недели, через две недели ответят, ля-ля-ля-ля, ну, я позвонил другу, который в Билане работал, Поля, привет, и дальше, он посмотрел этот номер, рассказал, сколько денег там летает, говорит, очень приличные суммы каждый день, носятся туда-сюда, но, говорит, они меняют эти номера, раз там, не знаю, в пару дней, но, говорит, сегодня еще вроде у тебя есть шанс, давай, я бодренько написал этому вору, мы с ним бодренько поторговались, что это, оказывается, можно и посольстве номер получить, и вот, в общем-то, я готов там, ну, так уж и быть, 3000 рублей пожертвовать, 4, значит, на, так сказать, воровские цели, вот, он согласился, я бодренько пошел в Билайн, как меня научил, Оля, и дальше, заплатил эти деньги, и сразу же заполнил заявление о возврате, и дальше сотрудник, который там был, а, после этого поехал, естественно, мне пришла смс, где мои номера лежат, я их нашел, откопал, спрятал, они под машиной в снегу лежали, там, во дворе каком-то, и помчался в офис Билайна, там сотрудник молодец, умничка, если смотрит эту историю, то дай бог ему здоровья, прям, прям золотой человек, он говорит, ты знаешь, говорит, вот прям сейчас нету, на счету там ноль, но, говорит, с периодичностью, раз в 15 минут, что-то падает, давай, говорит, я вот, что следующее упадет, тебе сразу же сниму, повешу в горячем варианте, говорит, давай, ну, и через 15 минут, раз падает 3000, он говорит, три снимаем, он говорит, ну, снимай, но, говорит, это только один раз, я больше не смогу, он говорит, давай, я делаю возврат средств с этого номера, и спокойно еду домой, сотруднику, говорю, огромное спасибо, а дальше начинается, сами поверите, что, на мой телефон летят смски, ах ты подлый, подлый человек, мы у тебя честно номера украли, а ты нас обманываешь, ах ты такой-то, такой-то, да как же тебя земля носит, да шо ж ты такое делаешь, ну, то есть, представьте, друзья, ну, а у человека, он, причем там было написано, так с ошибками на русском, такой, мы у тебя номера укрыли, хочешь их получить, и вот такой-то номера, вот, ну, и примерно такой же текст идет по телефону, с этими номера, о том, какой я неэтичный поступок совершил, и как же я подло поступил, что вернул свои деньги назад, друзья, закончить хочется на позитивной ноте, и я вам расскажу позитивную историю, про сотрудников органов, которые в данном случае, каким-то совершенно чумным, наверное, новогодним, отработали на пятерку, и реально спасли меня, хотя могли этого не делать, дело было, как раз тоже, в Авере, немножко позже, после начала первых событий, с этим вымогательством, может быть, сотрудники сменились, может быть, еще что-то чудо какое-то, тоже на кошерке, я имел в паспорте, вид на жительство вклеенный, но у меня паспорт закончился, и на тот момент, кстати, нужно было делать выездные визы, и у меня была выездная виза, был паспорт, и так далее, но мне южноафриканскую визу не ставили в паспорт, потому что последний был листочек, я каким-то образом умудрился поменять в литовском посольстве быстро паспорт, они его, естественно, не погасили старый, потому что была виза, я спросил, могу ли я по ней лететь в Африку, и там, ну, и так далее, и тому подобное, то есть у меня был новый паспорт, где вид на жительство не было, а в старом он был, и мне нужно было просто вид на жительство, штамп, точнее, вид на жительство был, штамп поставить, регистрация какой-то, еще что-то, я у всех спросил, мне сказали, что нет, да так можешь вылетать, да без проблем, и помните, в Москве был ледяной дождь, мы попадаем в этот ледяной дождь, вечером, и у меня из группы в Африку улетает несколько человек, трое, а я не улетаю, и нас, эмиратами, летели, лесут в гостиницу какую-то, редисом, по-моему, такая гостиница, что когда нас номер поселили, можно было до другого конца номера орать АУ, и я думал, что откуда-то выйдет швейцар и скажет, мальчик, ты вообще как сюда попал, очень хорошая гостиница, и эмиратам, конечно, огромный респект и уважуха, но на тот момент мы уже прошли почти до паспортного контроля, и я со своим паспортом добежал до погранички, говорю, слушайте, пожалуйста, посмотрите, с такими документами я завтра улечу, а не посреди не улетишь, говорю, почему, у тебя виза, этот вид на жительство не переставлен в новый паспорт, я говорю, ну понимаете, как я переставлю, там времени не было, он говорит, он старым есть, он говорит, нет, мы понимаем, что так физически можно, и там, не знаю, в другой стране, там, европейский, вы бы так улетели, но у нас вот прям вот приказ начальства, если такое не пропускать, я говорю, даже спрашивать нет смысла, он говорит, даже спрашивать нет смысла, вот, и я, соответственно, в полном удивлении, то есть у меня в Африку летит группа, я инструктор, куча народу, должна летать, я в том числе на параплайнах, мы тогда летали, это был, по-моему, 2010 год, и это, конечно, для меня был шок, я, я, честно говоря, не понимаю, что делать, довозят до этой вот гостиницы, я утром просыпаюсь, завтракаю, первым делом на Покровку, и еду, думаю, может мне эту выездную визу дадут, может мне как-то что-то переставят, на Покровке говорят, я бы тебе с удовольствием выездную визу дала, и что-то переставила, но тебе нужно, чтобы вклеили вот этот вот, поставили штамп, а штамп в Авиире только ставят, я говорю, а сколько займет, я говорю, ну если ты какое-то чудо случится, ты приедешь до обеда, или после обеда, я тебе все поставлю, а у нас самолет 2 часа, я понимаю, что ну все, жопа, но делать что-то нудо, это, кстати, к вопросу о том, что всегда надо барахтаться, как той лягушке с лапами, в этом, которая масло взбила, я думаю, ничего я не теряю, еду я в этот Авиир, прихожу, а там очередь, ну как обычно до горизонта, и там некоторая катастрофа, потому что была запись всегда, такой лист с записью, и мужчина прогулял отметку, ну там надо было, каждые 3 часа приходит отмечаться, он прогулял отметку, и, знаете, начали с ним спорить, он вырвал список и съел его, вот, и там, соответственно, до мордобоя дошло, что там полностью вот такое вот, что-то такое, только все успокоились, я стою, думаю, ну вот что мне сейчас делать, как очередь занять, это бесперспективно, ну и я стою перед людьми, говорю, слушайте, люди добрые, вот такая вот хрень с Африкой, ну и рассказал, как есть, ну так как была жесткая, напряженная остановка до этого, народ поржал, и кто стоит в первую очередь, говорит, а я его пропущу, за ним следующий, говорит, а я пропущу, остальные, нет, а что мы его будем пропускать, говорит, ну слушайте, ну вот давайте, у нас дофигища всех, но хоть одному человеку поможем, и меня берут, пропускают, я захожу к начальнику, ну не к начальнику, к сотруднику, слушайте, нужно же там переставить, он говорит, ну нет, ну это там вот это, потом надо так, потом надо начальника, надо это, то есть, ну говорит, сегодня ты не успеешь, я говорю, слушай, ну как-нибудь, ну пожалуйста, ну помогите, ну вот такая ситуация, и надо отдать должен, говорит, ну ладно, может что-то случится, давай заполняем, но тебе же нужно еще съездить в какой-то там центр где подтвердить свое место жительства регистрации то есть ну давай так мы эти все запомнили ты берешь нашу сотрудничество на такси туда едете ей как раз туда надо ну и быть можете что получится я выбегаю на улицу ловлю какого-то таксиста говорю чувак сколько блюдо 3000 но ты мой на три часа будет когда запрягать изволите дальше мы общимся действительно едем туда там всем не ставят возвращаемся назад и как он говорит но начальник нужен без подписи начальника все ночью не сделаешь и тут каким-то чудом вот материализуется начальник я бросаюсь в него он к чему случилось и вот так вот будет как то как это успел за утро сделать игру вот так вот быть ну ладно подписывает я на этом такси до метров на метро да окошко закрывается у сотрудницы на обед она уходит она меня видит тыгает успел я не знаю как она говорит ну ладно давай я не до бед не пойду выпишу тебя эту штуку она выписывает не эту выездную визу я с от бегом на такси до этой гостинице и вижу как вот стоит хвост автобусов которые наши все грузят рюкзаки кричат волка твой грузители гостиницы оставить я бы конечно грузить я прыгаю в автобус мы доезжаем до аэропорта уезжаем в африку вот такая позитивная история кота как как в исключительном случае но некоторая человечность людей может даже самую дурацкую бюрократическую ситуацию превратить в решаемые сейчас естественно все это меняется вот эти все визы фигизы там вся вот эта вот бюрократия немножечко обросла обуз услуги какие-то заработали я так знаю еще чего то наверное это все стало лучше и ярче но все-таки друзья давайте подумаем сколько же в мире дурбоедов а и сколько же людей из органов можно было бы заставить делать что-то более полезное если в этом была необходимость давайте помечтаем об этом помечтаем что в будущем когда нибудь настоит какое-то чудо и например тоже полиция не просто переименуется в полицию из милиции ничего не поменяется например будет как грузии когда в одночасье полиция стала такой что хочется вращаться хочется улыбаться и радоваться то есть это был действительно яркий момент когда в одночасье изменилось очень многое но я думаю что не везде такое возможно не будь по грустным мне нравится здесь во франции работа полицейских это конечно просто умнички и вот подтянутые такие все не знаю ухоженные холеные профессиональные не под слова профессионально очень хорошо подходишь то есть ты на него смотришь ты понимаешь что этот чувак пашет и он прямо реально ну вот профессионал высшей степени работает очень четко по крайней мере в тех ситуациях которых у меня было так сказать сталкиваться доводилось я каюсь был однажды случай интереснейшие тоже посмеемся уже на к под конец я должен был ехать за студентов марселе и был день нелетные мы поехали на речку днем и там за обедом бокал розе в общем выпили а так как ехать мне было что-то в 6 или 7 вечера то есть как бы ну ерунда и тут я выезжаю из своего населенного пункта проезжая немножко до сестерона вот сестерон он чтобы было понятно вот в конце долины сестерон живу его там в этот момент останавливают меня сотрудница вся в коже в каких-то там ремнях портупеек то есть прям вот видишь и сразу страшно становится месье вот как-то у нас тут рейд нужно выдувать вот в трубочку я конечно били как мел дую в трубочку вот после чего она смотрит в эту трубочку тут белеет тоже ну образно говоря еще раз я иду еще раз как месье а скажите пожалуйста какие у вас планы ближайшее время я вот еду в марсель вот друга забирать это вот вы сразу марсель едете ли еще ужинать будете так же не и не уже так не буду еду сразу марсель будет и это правильно потому что вам месье по прозе больше нельзя вот у вас так вот вот вы так можете ехать но будет за ужином в разе пожалуйста не нужно больше вот вот такая история ты здесь ну какой-то промилле небольшое можно и это ну не знаю такое ощущение вот кстати что часто очень не ловит ради того чтобы поймать а делают достаточно это простые решения простые ограничения там по скорости еще почему-то и все логичные то есть видишь знак стоит но точно будет не в кустах если уж нужно снизить скорость совершенно очевидно для чего почему и зачем и это наверное показатель здоровой страны которая за какое-то определенное время прошла путь от всех конечно проблемы какие-то были ну и вот сейчас наверно может сказать достаточно хорошо все вот за сим желаю всем что в каждой стране так и было до новых встреч глубоко уважаемые любители лед и видов спорта до новых позитивных роликов веки гей